И что выясняется? Ну, например, из Москвы в каком-нибудь местному воеводе, Коломенскому или Серпуховскому, приходит разнарядка провести выборы депутатов на Земский собор. Так он не может провести эти выборы. Знаете почему? А потому что местные служилые люди, то есть дети боярские, ну то, что мы называем дворянами, они сами не желают принимать участие в выборах земских депутатов, потому что служба их была бескорыстная. Им надо было на свои деньги собрать свои пожитки и двинуться в Москву. И там энное количество дней, а может недель, а может месяцев где-то жить, чем-то кормиться и т.д. и т.п. с тем, чтобы участвовать в работе этого Земского собора. И у многих элементарно просто не было желания становиться депутатами этого Земского собора. И воевода местный с большим трудом из восьми, например, депутатов нашел двух. Поэтому земские соборы и были неполного состава. А насколько эти депутаты-земцы выражали мнение всего народа? Ну понятно, да? И вот такая картина, она присутствовала во многих городах и весях Руси-матушки. Значит, эти традиции-то существовали столетиями. Вот сейчас у нас, например, когда идет избирательная кампания, и многим сетуют на то, что они индифферентны, что они никому не верят, никогда не ходили и не будут ходить на выборы, никогда не участвовали в разных избирательных кампаниях. И говорят, ай-яй-яй, как же так? Так оказывается-то эти традиции-то, ого-го, когда были заложены. Вы думаете, большевики не учитывали это? Ленин что, был дурачок, что ли? Все он прекрасно понимал. А ведь страна-то должна развиваться, а ведь должна ставиться цели и задачи, а ведь нужен кнут, который, условно говоря, будет страну двигать вперед. И вот этим кнутом и стала Коммунистическая партия.